здравствуйте дорогие друзья в эфире очередные новости киберспорта сегодня в выпуске мы посмотрим на неприятную ситуацию в которой оказались ребята из датим и оценим выставку игромир 2012 в которой активное участие подняла компания гарена как только появились первые результаты этих ребят на кс гоу снг сцене многие фанаты игры и команды соответственно стали больше следить за игрой можно назвать именно этих ребят команды которая дала возможность многим зрителям почувствовать игру игроки стали выпускать разного рода видеоматериалы вводы с матчей обучающие видео но как оказалось все впустую в россии крупных организаций раз-два и обчелся поэтому для ребят было принципиально доказать руководителям virtus pro и m5 что они готовы выступать на топ уровне и показывать хорошие результаты однако как говорят сами игроки для них было большим ударом что virtus pro решили собирать состав с адреном и ангелом которые по их мнению не совсем того уровня игры чтобы представлять организацию на крупных турнирах но ребята стали рассматривать другие варианты кому-то писали письма от кого-то ждали предложение ведь команда показала себя не только на территории россии но и на европейских онлайн турнирах датим стали первой командой которая выиграла один из самых интересных турниров от фрагбай но как мы видим на это никто не отреагировал ну а нокаутом для команды стало отсутствие инвайта на star ladder по кс гоу по словам одного из игроков за две недели до анонса star ladder ребятам пообещали стопроцентный инвайт на турнир но как говорится обещанного три года ждут и команда вновь прилетела как фанера над парижем мимо турнира настроение ребят думаю описывать не стоит потому что команда которая старалась показать себя с наилучшей стороны и самое главное она это сделала не смогла добиться поддержки хоть от какой-то организации что касается крупных турниров которые раздают инвайты видим организаторы этих мероприятий не готовы сотрудничать с неизвестными клан тегами им привычно видеть крупные команды которые имеют за спиной хорошую поддержку что думаете вы о форме команды датим и правильно ли поступают организаторы около месяца назад мы говорили о том что игрок он потихоньку набирает свои обороты и каждый день в игру прибывает новые силы в виде новых игроков так вот компания гарена и игра хон с помощью выставки игра мир провела очень увлекательное и интересное шоу на игру пришли просмотреть очень много зрителей не обошлось и без профессиональных игроков которые украсили это мероприятие проигроки провели шоу матчи как между собой так и с участием простых любителей ажиотаж вокруг игры был очень большой и думаю организаторы довольны ждем следующих анонсов по игре хон чтобы вновь посмотреть на крупное шоу потихоньку кс гоу доходит и до украины если в россии игру уже давным-давно стали поддерживать полным ходом и все тем же ходом стали проходить турниры по новой игре то в украине активность пока что невелика однако организаторы star ladder анонсировали новую версию каунтер-страйка в четвертом сезоне соревнования по этой дисциплине будут проходить в двух дивизионах star и аматор зависимости от результатов команд в течение сезона будут возможны переходы участников из дивизиона в дивизион общий призовой фонд анонсированного первого сезона лиги по кс гоу составляет 16 тысяч долларов снг секция на лиге будет представлена украинцами керчнет а также тремя русскими командами z nation virtus pro и rush 3d полный список команд на вашем экране возле некоторых составов вы видите статус не подтвердили поэтому в тим пули возможно изменения восьмом туре лига городов нас ожидают несколько интересных поединков киевляне попытаются подпортить статистику львову запорожские богомолы будут пытаться сыграть ничью с одесситами маврик донбасс сыграет против очередных представителей столицы киев город цветов и конечно же в центральном матче тура нас будут радовать игрой луганская мафия и винница lions эти игры заслуживают особого внимания чтобы быть в курсе событий которые связаны с лига городов подписывайтесь на наши видеоматериалы и узнавать результаты первыми но это были все новости на сегодня спасибо за внимание всем пока а